Друзья, дорогие слушающие это слово, сегодня хочу говорить на тему, как обращаться с Духом Святым. Потому что, как мы говорили в прежних беседах, Духа Божия можно оскорбить или опечалить, Духа Божия можно угошать и Духа Божия можно злословить и хулить, причем хула на Духа Святого не прощается. Да, сегодня наш текст мы находим от Матфея 12 главе. «Посему говорю вам, всякий грех или хула простится человеком, а хула на Духа Святого не простится человеком». Такое слово, то есть, всякая простится, хула на кого угодно, только не на Духа Святого, она не простится. Да, но интересно, во всем этом есть динамика. Сначала человек оскорбляет Духа Святого, потом угошает, и где-то он не замечает, он может уже и похулить. Когда мы к Духу Божьему относимся с большим почтением, ибо Дух Святой – это часть Треединства Божьего, Дух Святой – это также Бог, как Бог Отец, как Бог Сын, так и Бог Дух Святой. И Его нам послал Отец на землю из большой любви, потому что Он утешает нас, Он помогает нам, Он учит нас, Он наставляет, и к Его голосу надо быть очень, очень внимательным. Мы говорили о том, что когда мы поступаем неосторожно по отношению близким, употребляем праздные, гнилые слова, мы оскорбляем Духа Святого. Когда мы говорим неправду, мы оскорбляем Духа Святого. Когда мы гневаемся, но согрешаем при этом, потому что мы не примиряемся после нашего гнева, не говорим, что мы согрешили, и просим прощения. А этот гнев остается больше, чем на сутки, потому что Он говорит, до заката солнца надо примириться, мы оскорбляем Духа Святого. Мы говорили о том, что мы угощаем Духа Святого. Когда Он к нам говорит, а мы не слушаемся, Он один раз говорит, второй раз, третий раз. Особенно, когда речь идет о церкви, Он нам напоминает, иди поговори, здесь тебе надо поговорить. Надо, может быть, там уврачевать какие-то раны. Нужно, так сказать, малодушных поддержать, бесчинных надо, так сказать, приостановить. И Дух Божий тебе говорит, иди, а ты не идешь. Один раз, второй раз, третий раз Дух Божий перестает говорить. Но последняя ступень, когда уже человек доходит до того, что он начинает, так сказать, хулить Духа Святого. Интересно, об этом мы читаем, вот тоже от Матфея 12 главе, как произошло у фарисеев, что они похулили Духа Святого. Тогда привели к нему бесноватого, слепого и немого, и Иисус исцелил его. Так что слепой и немой стал говорить и видеть. Удивился весь народ и говорил, не это ли Христос, сын Давидов? Фарисей же устал, что все сказали, он изгоняет бесов не иначе, как силу Виельзового, князя Бесовского. Но Иисус, зная помышления их, сказал им, всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит. Если сатана сатану изгоняет, то он разделится сам собой, а как же устроит он царство его? И если я силу Виельзового, изгоняю бесов, то сыновья вашу чью силу изгоняют? Посему они будут вам судьями. Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигла до вас царство Божие. Или как сможет кто войти в дом сильного, расхитить вещи его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит его? Кто не со мной, тот против меня, кто не собирается мной, тот расточает. И после этого этот стих, посему говорим, всякий грех и хула простятся человеку, а хула на Духа Святого не простится человеку. Мы видим, фарисеи долго противодействовали Иисусу. Они поступали против Него. И здесь речь идет о том, они увидели, что народ, так сказать, заметил, что это Мессия, Христос это Мессия. Им надо было убрать, как-то, так сказать, уничтожить их понимание о том, что Иисус является Христос. И они прибегают к такому плохому приему, злому приему. Они сравнивают, так сказать, силу Иисуса, силу Духа Святого с силой бесовской, силой Виельзового. Иисус им очень терпеливо объясняет, но это же не может быть. Если бы я как силу Виельзового это бы сделал, а Виельзового дьявол, я же не могу дьяволом убивать или изгонять дьявола. Это же невозможно. Он им объясняет, чтобы они по-человечески могли это понять и предупреждает их еще раз. И говорит, что хула на Духа Святого не простится. Это серьезно, что вы сейчас делаете? Дух Святой совершает чудеса в вашей среде, а вы вот так поступаете. А они не заметили и дальше продолжали хулить Духа Святого. И мы видим, как это наказание было, так сказать, на фарисеев. Так сказать, да, очень жесткое. Мы это читаем, так сказать, они не смогли многие принять его. Не все фарисеи. Были фарисеи, которые смогли, как Никотим, как другие. Всегда не боюсь этого слова сказать, что все фарисеи. Но вот та часть, которая так активно выступала против Иисуса, они навлекли на себя, так сказать, вот этот грех и, так сказать, проклятие Бога. Да поможет нам Господь быть очень осторожным с Духом Святым. Если мы научимся не оскорблять Его, то есть поступать так, как Он нас учит в Своем Писании, как нас Дух Божий наставляет в жизни. Когда мы с Ним живем, Он нам постоянно дает импульсы, как поступать, с кем говорить, как надо. Он нам подсказывает, когда мы неправильно поступаем. Мы исправляемся, просим прощения, мы живем с Ним. Мы не угошаем Его, и когда мы не оскорбляем, не угошаем, мы не сможем излословить Его. Да поможет нам Господь всегда поступать разумно с Духом Святым, ибо Он наш утешитель. Спасибо, Господи. Аминь. Субтитры подогнали Симон.